Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста к Феодору Падшему. Увещание первое. Продолжение. Обратимся же, о любезная глава, и будем исполнять волю Божию. Он для того и создал нас, и привел нас в бытие, чтобы сделать участниками вечных благ, чтобы даровать Царство Небесное, а не для того, чтобы вернуть Геенну и предать огню. Это не для нас, а для дьявола. Для нас же издревле устроено и уготовано Царство. Изъясняя то и другое, Господь говорит, «Тогда скажи тем, которые по правую сторону Его, приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. А тем, которые по левую сторону, идите от Меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам Его». Матфея, 25 глава, 34 и 41 стихи. Итак, Геенна приготовлена не для нас, но для Него и ангелов Его. А Царство для нас уготовано еще до создания мира. Не сделаем же себя недостойными входа в чертог. Да коли мы пребываем здесь, то хотя бы совершили множество греков, есть возможность омыть все, раскаившись во грехах. Но когда отойдем туда, то хотя бы оказали самое сильное раскаяние, никакой уже не будет пользы. И сколько бы мы ни скрижетали зубами, ни сокрушались, ни молились тысячекратно, никто из конца перста не подаст капли нам объятым пламенем, но мы услышим то же, что известный богач. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Лука 16, 26. «Покаемся же здесь, увещаю, познаем Господа своего, как познать надлежит. Тогда только должно будет отринуть надежду на покаяние, когда мы будем в аде, потому что там только бессильное и бесполезное творчество. А доколе мы здесь, оно, если и в самой старости будет употреблено, оказывает великую силу. Посему и дьявол употребляет все усилия, чтобы вкоренить в нас помысл отчаяния. Ибо знает, что если мы немного покаемся, это будет для нас небесплодно. Но как подавшего чашу холодной воды ожидает воздаяния, так и покаявшийся в злых делах своих, хотя бы не оказал покаяния соразмерного с грехами, и за это получит воздаяние, никакое добро, хотя бы и маловажное, не будет пренебрежено праведным судьей. Если грехи будут исследоваться с такой строгостью, что мы понесем наказание за слова и за желания, то гораздо более добрые дела мало ли будут или велики вменяться нам в то время. Итак, если ты даже не в состоянии будешь возвратиться к прежней строгой жизни, но хотя бы немного отвлекся от настоящего недуга и невоздержанности, то это не будет бесполезно. Только положи начало делу и приступи к подвигам, а пока будешь оставаться вне, действительно будет казаться тебе трудным и недобоисполнимым. Прежде опыта даже и весьма легкие сносные дела обыкновенно представляются нам весьма трудными, но когда мы испытываем их и примемся за них смело, то большая часть трудностей исчезает, и бодрость заступив место опасения и отчаяния, уменьшает страх, увеличивает удобную исполнимость и укрепляет добрые надежды. Потому Илуду лукавый отклонил от этого, чтобы он, сделав надлежащее начало, не возвратился через покаяние туда, откуда не спал. Подлинно я сказал бы, хотя и странные такие слова, что и его грех не выше помощи, получаемой нами от покаяния. Посему прошу и умоляю, сторни из души всякую сатанинскую мысль и обратись к этому спасительному средству. Если бы я сетовал тебе тот час и вдруг зайти опять на прежнюю высоту, то ты справедливо негодовал бы на это, как на весьма трудное дело. Но если теперь я требую только того, чтобы не прибавлял к настоящим грехам, но восставь возвратиться оттуда на противоположный путь, то почему же ты медлишь и уклоняешься и сопротивляешься? Не видал ли ты, как умирали жившие в роскоши, пьянстве, играх и прочих удовольствиях жизни? Где теперь те, которые выступали под торжещу с великой надменностью и многочисленными спутниками? Одевали шелковые одежды, издавали от себя благовония мастей, кормили на хлебников и постоянно прикованы были к зрелищам. Где теперь эта пышность их? Пропали огромные расходы на ужины, толпа музыкантов, угодничество ласкателей, громкий смех, беспечность души, рассеянность мысли, жизнь изнеженная, праздная, роскошная. Куда теперь улетело все это? Чем стало это тело, которое доставилось такой заботливости и чистоты? Пойди на могилу, посмотри на пыль, на прах, на червей, посмотри на безобразие этого места и горько востинай. И, ой, если бы наказание ограничилось только этим прахом, от могилы этих червей теперь перенесись мыслью к тому червю неумирающему, к огню неугасаемому, к скрежуту зубов, к отме кромешной, к скорби и сокрушению, к притче о Лазаре о богатом, который, владея прежде таким богатством, одеваясь в парфиру, не мог получить и капли воды, и притом находился в такой крайности, все здешние нисколько не лучше сновидений, ибо как работающие в рудокопнях или несущие какое-либо другое или еще тельчайшее наказание, когда, уснув после многих трудов и самой горькой жизни, во сне увидят себя в удовольствии и богатстве, проснувшись, нисколько не рады бывают своим снам. Так то же самое было и с тем богачом, который, пользуясь богатством настоящей жизни, как бы во сне по отшествии отсюда претерпел тяжкое наказание. Подумай об этом. И тот огонь, противопоставив объемлющему тебя теперь пламени вожделений, избавься, наконец, ибо кто хорошо погасил здешнюю печь, тот не испытает и тамошнюю. А кто здешний не одолел там, тем по прошествии отсюда сильнее овладевает тамошняя. Насколько бы времени хотелось тебе продолжить наслаждение настоящей жизнью? Я думаю, что тебе осталось не более 50 лет, чтобы достигнуть крайней старости. Но и это еще неизвестно нам, потому что те, которые не могут быть уверены в продолжении своей жизни даже до вечера, как могут поручиться за столько лет? И ни одно это неизвестно. Неизвестные перемены обстоятельств, часто жизнью продолжающиеся, много времени не продолжаются в месте удовольствия, но как только появляются, так и исчезают. Впрочем, если угодно, пусть будет так, что ты проживешь столько лет и не испытаешь никакой перемены, что же это в сравнении с бесконечными веками и с теми тяжкими и невыносимыми наказаниями? Здесь и хороший, и худой имеет конец, и при том весьма скорый. А там то, и другое продолжается в бесконечные веки, а по качеству своему настолько отлично здешнего, что и сказать невозможно. Услышав об огне, не подумай, будто тамошний огонь такого же, каков здешний. Это, отхватив что-либо, сожигает и погасает. А тот, кого однажды захватит, жжет постоянно и никогда не перестает, почему и называется неугасимым. Ибо и грешникам надлежит облечься бессмертием, ник славен, но чтобы иметь всегдашнего спутника тамошнего мучения. А сколько это ужасно, того никогда не может изобразить слово, а только из опытного ощущения малых страданий можно получить некоторое слабое понятие о тех великих мучениях. Когда бываешь в бане, натопленной сильнее надлежащего, то представь себе огонь гиенский. Если когда будешь гореть, сильной горячкой, то перенесись мыслью к тому пламени. И тогда будешь в состоянии хорошо понять это развлечение. Ибо даже бани и горячка так мучат и беспокоят нас, что мы, то, что мы будем чувствовать тогда, когда попадем в ту огненную реку, которая будет течь перед страшным судилищем. Будем скрижетать зубами от страданий и нестерпимых мучений, но никогда не поможет нам. Будем крепко стенать, когда пламя все сильнее станет охватывать нас, но не увидим никого, кроме мучимых вместе с нами и в великой пустыни. А что сказать о тех ужасах, которые мрак будет наводить на наши души? Ибо тот огонь как не истребляет, так и не освещает. Иначе не было бы мрака. Вообще одно только то время с достаточностью может показать, имеющие тогда постигнуть нас смущение и трепетание, изнурение и ступление великое. Многочисленные и разнообразные тамощные муки. И потоки казни это всюду объемлю душу. Если кто скажет, как же душа может быть достаточной для такого множества мучений и оставаться в наказаниях в бесконечные веки, то пусть представишь, что бывает здесь, как часто многие выдерживали продолжительную тяжкую болезнь. Если они и скончались, то не потому, чтобы душа исчезла, но потому, что тело истощилось. Так что если бы оно не изнурилось, то душа не перестала бы мучиться. Когда же душа получит нетленное и неразрушимое тело, тогда ничто не воспрепятствует мучению продлиться в бесконечность. Здесь не может быть того и другого в месте, то есть жестокости и продолжительности мучений. Но одно другому противится по причине тленности тела и неспособности одновременно переносить то и другое. А когда наконец наступит нетление, это сопротивление прекратится и оба эти страшилища с великою силой будут обнимать нас в бесконечность. Посему не будем рассуждать ни не так, будто чрезмерность мучений истощит нашу душу. Ибо в то время и тело не может истощиться, но будет вместе душой мучиться вечно и никакого конца не будет. Итак, сколько же великое наслаждение и сколько продолжительное время хочешь ты противопоставить этому наказанию мучению? Хочешь ли сто лет и дважды столько? Но что это в сравнении с бесконечными веками? Что сновидение одного дня в отношении целой жизни тоже значит наслаждение здешними благами в отношении продолжительности будущих благ? Посему найдется ли такой человек, который для того, чтобы увидеть приятный сон, решился бы терпеть наказание всю жизнь? Кто настолько неразумен, чтобы решиться на такое вознаграждение? Впрочем, теперь я еще не восстаю против наслаждения и не раскрываю заключающейся в нем горечи, потому что не теперь время говорить об этом, но когда ты будешь в состоянии бежать от него, теперь же, когда страсть обладает тобой, мы показались бы тебе пустословом, если бы наслаждение назвали горьким, когда же ты по благодати Божией освободишься от недугов, тогда верно узнаешь и злокачественность его. Посему отложив речь об этом до другого времени, теперь скажем следующее. Пусть наслаждение будет наслаждением и удовольствие удовольствием, не умеющим в себе ничего неприятного и предосудительного. Что мы скажем касательно уготованного наказания? Что тогда сделаем мы наслаждавшиеся здешними благами, как бы в тени изображений, а там мы на самом деле подвергшиеся вечному мучению, и при том, когда возможно было в краткое время избегнуть упомянутых мучений и получить уготованные блага. Подлинно. И то дело человеколюбия, что подвиги наши простираются не на продолжительное время, но подвязавшись краткое и самое малое, подобно мгновение ока время какого такова именно настоящая жизнь по сравнению с будущей, будем ему венчаны на бесконечные веки. Немало и то будут печалить тогда души наказуемых, когда они представят, что между тем, как в эти краткие дни можно было исправить все, они по своей беспечности предали себя на вечные муки, чтобы и нам не потерпеть этого восстанем, доколе время благоприятное, доколе день спасения, доколе велика сила покаяния. Ибо если мы останемся в беспечности, то нас постигнут не только сказанные бедствия, но и другие гораздо тягчайшие. Такие даже горчайшие бедствия будут гиене, а лишение благ причинит такую печаль, такую скорбь и муку, что если бы и никакое наказание не ожидало здешних грешников, оно само по себе хуже гиенских мук будет терзать и возмущать наши души. Продолжение следует.